Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня мы проводим ставшими уже традиционными недели с бывшим разведчиком-нелегалом ВГБ СССР Сергеем Жарновым. Сергей, начинайте. Добрый день, Виктор Михайлович, Добрый день всем нашим зрителям. Как обычно, у нас напряженная неделя, много событий. Ну что, с чего бы нам начать? Международные события, с внутрироссийских, с украинских, как вы считаете? Давайте с международных, а потом пойдем по плану. Окей, международные. Ну, наверное, самое последнее, это заседание Салбеза по поводу Запорожской АЭШ, да, наверное? Да, да. Как вы его оцениваете? Ну, скажем так, как проходное заседание. Да, ничего эпохального не произошло, да? Все, что ожидали, все так и произошло, да? Россия отказалась признать, Россия формально подтвердила какие-то свои позиции, все ее осудили, ничего не приняли? Ничего не приняли, принять фактически, видимо, ничего не могли. И Россия, и Китай имеют блокирующие голоса. Совет Безопасности был собран по инициативе России. Россия и страны Запада, скажем, страны США, Франция, Британия имеют диаметрально противоположные позиции с Россией. Китай традиционно воздерживается от принятия каких-либо решений. Поэтому ничего, собственно говоря, принять и не могли. Ну, в НАБАТ били, потому что генеральный секретарь ООН и глава МАГАТЭ, в общем, очень-очень такие, как бы сказать, катастрофические позиции занимали, да? Говоря о том, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Все пункты безопасности на станции нарушены. Россия все это нарушает. И, в общем, говорили, что мы находимся в сантиметре от ядерной катастрофы, даже такой цивильной, по типу Чернобыля. Ну, так, в сущности, есть шутки на ядерной станции, но мы с вами прекрасно понимаем, что ни к чему хорошему не приводит. А уж тем более рискованные маневры, рискованные действия. Обстрелы, неважно, с какой стороны они ведутся, абсолютно неважно. Это довольно рискованная ситуация. Мы понимаем, что, конечно, во всем виноват путинский режим, который поставят под угрозу фактически всю европейскую и часть азиатского континента из-за этой идиотской игры в войнушке. И если будет, произойдет действительно взрыв на станции, если взорвется не один, а пару реакторов, а то и все. Ну, все это вообще такая апокалипсис мирового масштаба грозит. А даже взрыв одного реактора, взрыв на одном реакторе грозит загрязнением хуже, чем Чернобыль. Мы уже об этом говорили, об этом говорят все мировые сни, об этом говорит и глава МАГАТЭ, и не зря говорит. Надо понимать, что будет загрязнение вниз под Днепру. Нет никаких сомнений. И нет никаких сомнений, что Крым, который Россия считает своим, получит свою долю загрязнения, и это будет немалая доля. Еще неизвестно, куда пойдет основной облако, если другой взрыв. Поэтому шутки плохи. Ну да, там роза ветров, кстати, такая, что там чаще всего дует ветер на восток, то есть либо в сторону России, либо на юго-восток, в сторону Черного моря, ну так, в сторону Турции. Да, и, конечно, это все выглядит глупо, глупо как минимум. Шутки, еще раз повторяю, с ядерным топливом глупые шутки. И могут привести к катастрофическим последствиям для очень-очень-очень многих людей. Европа не зря опасается, и глава МАГАТЭ абсолютно прав. В частности, тех опасений, которые он высказывает. Но мы знаем прекрасно, что президенту Путину глубоко плевать на опасения главы МАГАТЭ. Он применяет ядерный шантаж. Его тоже, с его, по крайней мере, логикой можно понять. Он зашел в глухой тупик в Украине. Тупик, не просто глухой тупик, который грозит обернуться провалом его специальной военной операции, как он это называет, грозит обернуться в скором времени поражениями, как минимум локальными в этой войне, которая, несомненно, вызовет неприятную для него лично реакцию в России. И Путин торопится найти какие-то выходы. И в поисках этих выходов он откровенно плюет на безопасность, откровенно плюет на безопасность даже собственных граждан. Ему глубоко плевать, что происходит с гражданами России, глубоко плевать, что происходит с гражданами Украины. Он угрожает ядерным, фактически ядерный шантаж. Должно обернуться, по его мнению, против Европы. Европа должна, по его мнению, повлиять на Украину, для того, чтобы усадить Зеленского за стол переговоров. Но на сегодняшний день нет никаких рычагов, по крайней мере, ядных, так, чтобы повлиять на Зеленского. И, безусловно, идти на шантаж, на откровенный шантаж Путина, мы увидим, что никто особо не собирается. И что Украина не собирается идти на переговоры сейчас, потому что у нее, в принципе, произошло изменение в боевой обстановке. Сейчас Украина задает тон в этой войне во многом, особенно на Южном, то есть в Херсоне, в Запорожье. И поэтому в этих условиях, это как раз теперь в интересах России сесть за стол переговоров, поэтому Россия постоянно прямо или косвенно показывает, что она готова к какому-то перемирию. Но, правда, она всегда выдвигает условия о том, что перемирие это должно быть на ее условиях. Да, перемирие на ее условиях равно, как перемирие на ее условиях, это капитуляция, фактически. В той или иной степени, но это капитуляция Украины. Конечно, Украина на это не пойдет. Украина, как бы скептически не относились многие к системе власти Украины, это все-таки демократическая страна, где власть выбирается на выборах, извините за тавтологию, но Путину это непонятно, Путин никогда не участвовал в реальных выборах. И Путину, честно говоря, плевать на демократию. А вот в Украине руководство смотрит на то, что думает народ, принимает это к сведению, не просто принимает к сведению, а действует исходя из того, чего желает народ. Народ категорически в Украине не желает поражения, категорически не желает сдаваться, и готовы драться до победного конца. По крайней мере, они так считают и имеют право так считать, потому что это все-таки их земля, и они распоряжаются этой землей, распоряжаются судьбами тех людей, которые живут на этой земле. Поэтому Украина будет, по моему мнению, будет идти в этой войне до конца. Неважно, каким он будет, они будут идти до конца. И это их право. Сейчас статистику опубликовали о том, что в Украине 98% убеждены в том, что Украина победит в этой войне, и на 91% поддерживает Зеленского в его намерении тоже ввести активные боевые действия до победного конца. Ну, надо отдать должное Зеленскому. Он действительно стал мудрым правителем для своей страны. Он не напрягает и не перегибает палку в общении, как с оппонентами, так и с военными. Он переложил значительную долю ответственности на военных и дал им возможность инициативы, что немаловажно, так как в России инициативы у военных нет практически никакой, пока ее не утвердит лично Путин. А украинских военных есть возможность проявлять инициативу, есть возможность сами принимать решения. Не только глобальные решения происходят, глобальные решения выдвигаются в совещаниях с президентом, если президент там высказывает свое мнение, как я понимаю. А в России происходит совершенно наоборот. Ни одно решение, ни одно, даже маломальски, значительно не проходит без консультации с президентом, все без исключения, даже по каким-то совершенно незначительным наступлениям не дай бог, отводом войск на тех или иных позициях все консультации, все исключительно после решения президента. Если же президент дает отмашку, все происходит. Президент отмашку не дает, ну значит стоят насмерть. Поэтому фактически сейчас российские войска и уперлись в этот глухой угол и нет возможности на сегодняшний. Нас это устраивает. Ну и Украину это устраивает. Да безусловно. Такой вопрос. Мы сейчас военную тайну рассказываем, потому что на этой неделе, кстати, прошла информация о том, что готовится покушение на министра обороны Украины. И в ответ на это, кстати, было такое очень смешное заявление о том, что вот видите, за украинским министром россияне гоняются, а нам, украинцам, Шойгу вообще нас очень устраивает. То есть чем дольше Шойгу будет министром обороны, а Герасимов начальником генштаба, тем лучше для Украины. Да, к сожалению для украинцев, или к счастью для украинцев, вне Герасима, вне Шойгу не принимают абсолютно никаких решений. На сегодняшний день это абсолютно такие бутафорные фигуры, которые ничего абсолютно не решают. По крайней мере того, что касается так называемой специальной войной операции, они не принимают абсолютно никаких решений. А кто принимает? Принимают другие, принимают другие люди в генштабе, другие люди в министерстве обороны. Я пока не буду на самом деле. Потому что вот у Путина, кстати, чехарда там абсолютная с руководством, потому что дворников вроде бы назначили для того, чтобы координировать, а потом он пропал. И вообще, кстати, прошла информация статистическая, что от 30 до 40 процентов генералитета российского, участвовавшего в военной этой операции, в войне, либо отстранены от должности, либо даже привлечены к уголовной ответственности. То есть против них ведется производство уголовное. Это правда? Да, конечно. Уголовные дела, так я скажу больше, уголовные дела ведутся не только против генералитета. Уголовные дела ведут, есть уголовные дела, заведенные в ФСБ, против тех людей, которые устраивали звезд в Буче. Это есть. Для тех, кто считает, что они проскакивают между струек дождя и им ничего не будет. ФСБ завела уголовные дела, огромное количество уголовных дел. Есть уголовное дело на этого негодяя, который, Тувинца, который кастрировал и убил украинского пленного. На него есть уголовное дело. Так просто на всякий случай, если кто-то считает, что все пройдет гладко, я не говорю о том, что этому уголовному делу будет дан ход и что будет суд. Нет, я в этом не уверяю. Но я говорю, что дела есть. А зачем их зовут? Для того, чтобы этих людей держать на крючке. Для того, чтобы держать на крючке тех военных, которые в скором времени будут возвращаться. Неважно, когда закончится эта война и чем она закончится. При сохранении пучинского режима этих людей надо будет держать на крючке. Этих людей надо будет держать в страхе, Потому что люди, которые прошли войну, у которых появилось какое-никакое, но военное образство, которые готовы объединяться, которые имеют военный опыт, которые уже объединены фактически военной закалкой, военной дружбой. Мы помним прекрасно эти ассоциации афганцев, которые играли довольно значительную роль и в существовании Советского Союза, и после развала Советского Союза, когда многие афганские организации бывших воинов-афганцев превратились в крышевание криминальных структур, частично превратились сами в криминальную структуру, но в то же время они имели довольно серьезное влияние, в том числе и политическое. Многие заигрывали с ними политики, многие привлекали их к выборам, многие привлекали их и для участия в выборах, кандидаты были, кандидаты, извиняюсь, вот этих организаций были и депутатами, и в Госдуму проходили, во многом и в другие органы власти. Вопрос даже не в этом, вопрос в том, что путинский режим очень боится организованной силы, а организованной силы, которая способна воевать, которая способна действовать, которая способна слаженно действовать, это огромная проблема. Поэтому на многих из этих людей заводят уголовные дела. Генералитет, само собой, я могу полностью подтвердить эту информацию, скажу больше. По моей информации, более чем на 40% генералов, которые участвуют в так называемой специальной военной операции, заведены уголовные дела. Я бы сказал, что там цифра приближается к 90%. Вау! 90%? Нихрена себе! 90% генерального штаба находятся, на них заведены уголовные дела. Я еще раз повторяю, я не говорю, что этим уголовным делам будет дан ход, если что-то ведут до суда, я в этом не утверждаю. Но то, что до 90% людей, которые участвуют в так называемой специальной военной операции со стороны генералов, они действительно заведены, они являются фигурантами уголовных дел. Я это утверждаю. И ситуация совсем не так хороша для военных. Будет большой террор. Нет никаких сомнений, что против военных будет большой террор. После окончания этой войны. Еще раз подчеркиваю, чем бы эта война не закончилась. То ли победой, то ли поражением. Если будет победа, то будет следующая война. И возможно, что ход многим делам не будет дан. Но если будет поражение, если эти люди вернутся с позором, ну, по крайней мере, с позором для президента России Владимира Путина. Не с позором для них. Я думаю, что позора для большинства военных нагляднее будет. Но если они вернутся с позором для президента России Владимира Путина, при этом сохранится система путинская, сохранится путинский режим. У меня нет никаких сомнений, что уголовным делам, многим из этих уголовных дел будет дан ход. По крайней мере, показательно. Это однозначно. Но тогда потенциально, значит, это класс, социальная группа сейчас, которая способна свергнуть Путина тогда. Конечно, эта группа способна свернуть Путина. Именно поэтому к ней будет развёрнут террор. Нет никаких сомнений. Сергей, скажите, вы сомневаетесь, что против организованной силы внутри России будет развязан террор после этой войны? Нет, я не сомневаюсь, потому что это сделал Сталин после окончания Второй мировой войны. То есть те люди, которые посмотрели Европу, которые вдохнули немножко свободы, которые подержали оружие в руках, которые поняли, что от них зависит ситуация на фронтах, которые отдают команды, которые берут на себя ответственность. Эти люди очень опасны для подобных режимов. Конечно. Многие задаются вопросом, почему Стрелкова не пускают воевать. Да потому что, чтобы он не стал лидером. Он и так лидер. Вы посмотрите, он в телеграмме имеет больше 400 тысяч подписчиков в Ютубе. Его там вообще смотрят некоторые ролики, миллионные просмотры, даже более миллиона просмотров набирают. Он является объединяющим центром. Центром объединяющего. А почему он живой тогда? А почему он тогда еще живой? Живой, потому что ни на что особо не влияет. Потому что еще особо никого ни на что не сподвиг. Потому что он сейчас не выступает против Путина. Он выступает, заметьте, против генералитета. Он выступает против, как он называет, картонного, да, или фанерный маршал, он говорит про Шойгу. Шойгу. Путин это вполне... Да, Шойгу. Или Шойгу. Шойгу. Он сам говорит Шойгу. Он Кожугет. Его отца перепутали фамилию с именем. Он говорит, это Кожугет. Но это так и есть. Он сам об этом рассказывал в 90-е годы. Можно поднять любые его интервью в 90-е годы. Там просто видите в интернете Шойгу Кожугет. И в 90-х годах он несколько раз об этом говорил. Он лично говорил, что его отца перепутали его данные, когда вносили в паспортном столе, перепутали фамилию с именем. Он Кожугет. Сергей Шойгуевич Кожугет. Это действительно так. Ошибка клерка. Мы теперь обязаны его называть то ли Шойгу, то ли Шойгу. Это не суть важно, потому что он Шойгуевич. Это его папу так звали. Это имя его отца. Но не суть важно. Мы им нужно отклоняемся этой темой. Дело в том, что устраивает Путина, когда натравливает аудиторию свою Стрелков на генералитет. Потому что Путин не является той силой, против которой выступает Стрелков. Стрелков с пиетином говорит о Путине. Он уповает в основном на военное начальство, которое реально ничего не решает. Вы считаете, что, уважаемые зрители и слушатели, что Стрелков не знает, что Шойгу ничего не решает? Ну, конечно, все прекрасно знает. Он прекрасно знает, он в курсе всех событий. Он действует так, как от него ожидает российская власть в лице-президента России Владимира Путина. Как только он приступит к какую-то красную линию, красную черту, которую он четко понимает, где она находится, его моментально нейтрализуют, моментально, щелчком пальца. Это просто, ну, я думаю, что Стрелков не настолько дурак. Он, конечно, чистейший маньяк по своей натуре, чистейший, который человек, который любит убийства, который с упоением расстреливал украинцев. Ему все равно, кого расстреливать украинцев. Он расстреливал и своих, которые там выпивали, или которые нарушали дисциплину. Он их тоже расстреливал. Ему плевать, кого расстреливать. Он маньяк по своей натуре. Но он прекрасный, у него великолепное звериное чутье, великолепное. Он жив, здоров и весьма популярен, потому что у него есть это чутье. Я думаю, что это чутье его не подведет, к красной линии он не перейдет, он останется лидером общественного мнения какое-то время, по крайней мере, пока он интересен. И будет жив, здоров и еще станцуют на могилах многие генералы, о которых мы с вами говорим, в том числе и фанерного или какой-то маршала Шуйку. И у него на могиле тоже станцуют, нет никаких сомнений. Поэтому надо внимательно смотреть за этими людьми, внимательно наблюдать. Но на сегодняшний день он полезен Путину. Ну вот еще такая клоунская фигура Дмитрий Медведев, бывший как бы президент Российской Федерации, бывший как бы премьер-министр, нынешний заместитель председателя Совета Безопасности, пьяница или даже пьянь, потому что то, что вы о нем рассказывали, это только так можно объяснить. И тем не менее, вдруг его почему-то на полном серьезе посылают в ЛНР вместе с Кириенко, вместе с пятью министрами, для того, чтобы под картинку телевизионную что-то там говорить. Но все же знают, что он вообще пьяный и вообще клоун. Зачем тогда из него делают серьезную фигуру? Клоун, Петрушка. Да, это очень интересно, Сергей. Я уже объяснял о манере поведения Владимира Путина, о его манере управления страной, руководством страной. Это очень интересно. Дело в том, что Путин очень любит издеваться над людьми. И если это понимать, его манеру издевательскую, становятся понятны очень многие его решения. Это не только касается Дмитрия Анатольевича Медведева, это касается вообще очень многих фигур и очень многих решений. Он очень любит издеваться. Издевательская манера, это вот сидит у него внутри. Если вы внимательно посмотрите все шутки, которые он шутит, это издевательские шутки. Да, согласен. Садистские, издевательские шуточки. Издевательские шутки. Ему это очень нравится. И вот все его поступки, которые им движут, ну, по крайней мере, те, которые не являются ключевыми, ну, и те, которые являются ключевыми тоже в той или иной степени, но те, которые не являются ключевыми, которые являются такими проходными, по большей части это шутки и шутки издевательские. Так вот, Дмитрий Анатольевич просто в издевательской манере. Ну, представляем, да, бывший президент России, вы правильно сказали, бывший премьер-министр, заместитель, вы правильно сказали, председатель Совета Безопасности, едет на какое-то координационное совещание с кем? С петрушками, с двумя абсолютными марионетками, которые руководствуют ЛДНР. Кто это такие? Кто это? Кто это? Это кукловоды находятся в Кремле, мы все прекрасно знаем. Один из кукловодов поехал, и с ним это Кириенко, у которого на руках сидят два этих петрушки. И вот с этими петрушками, в присутствии Кириенко, в присутствии директора ФСБ, в присутствии главы следственного комитета, в присутствии министра внутренних дел Голокольцева, общается, Медведев, причем, ну, как, ну, по крайней мере, старается быть абсолютно серьезным. И те люди, которые находятся вместе с ним в зале, пытаются быть серьезными. Они не стараются, но пытаются быть серьезными. И если посмотреть их лица, прекрасно видно, и уже после окончания этих совещаний, если вы посмотрите в Донецке, Луганске телеграм-каналы, которые местные, это просто издевательство. Присутствующие на этих совещаниях люди говорят, если к нам главой приедет Медведев, мы просто будем проситься обратно в Украину. Говорят, опять они, конечно, в издевательской манере по отношению к Медведеву. Все прекрасно понимают, кто это такой, все прекрасно понимают, что это клоун. И Путин, отправляя его на общение с руководством так называемых ЛДНР, он же так и сказал, кто лучше всех разберется, найдет координацию с алкоголиками и наркоманами. Конечно, главный алкоголик страны Дмитрий Анатольевич Медведев, милости просим, поедьте, разберитесь. Конечно, этим поступком он унизил, и, я имею в виду, Путин унизил и поиздевался, и над министром внутренних дел Колокольцевым, который по своей сути ничего не решает и тоже является такой фигурой довольно спорной. С одной стороны, он действительно руководит министерством, но с другой стороны, он абсолютно связан по рукам и ногам и любые действия принимает, опять-таки, только после консультации со своими кураторами в Кремле. Напрямую с Путиным он общается крайне редко. Одно время там Патрушев пытался управлять им, потом он просто устал и передал его другим людям. Другие люди ведут координацию с Колокольцевым. Но с другой стороны поехал и директор ФСБ Бортников, который является одной из ключевой фигур в современной России. или Путин унизил его, Бортников должен был сидеть, выслушивать этого клоуна Медведева, смотреть на его идиотское выражение. Типа как начальника даже, потому что он был главой этой делегации. Глава делегации, сидел в центре стола, рассказывал какой-то бред очередной. Послушайте, что рассказывал там Медведев. Это просто пересказ его постов в Телеграме, в ВКонтакте. Просто прямо пересказ его постов. Такой же бред, все то же самое, какие-то турные угрозы Западу, которые... Кому это интересно? Тем людям, которые пришли в ЛДНР на это совещание. Им эти медведевские угрозы Западу? Ну, они понимают, что это, конечно, бред и плаунада, ломание и валяние дурака. Послушали, конечно, поулыбались, попытались не расхохотаться с Медведева. Там, я же еще раз говорю тем, кто интересуется немножко этой темой, просто откройте, почитайте луганские, донецкие сепаратистские издания. Там просто и откровенно издеваются над Медведевым. И те люди, которые там были на этом совещании, подмечали весьма тонко некоторые моменты в поведении Медведева. И сами пишут, что еле-еле сдерживали, чтобы не рассмеяться при этом. Ну, с другой стороны, знаете как, он, судя по всему, вот Жириновского же не стал, он нужен какой-то клоун, который озвучивает самые страшные мысли Кремля. И вот Медведев, у меня создается впечатление, что вот он занял позицию такого клоуна, потому что вот в вашем одном из последних постов вы говорите о том, что Путин рассматривает вероятность нападения либо на Грузию, на Казахстан, а Медведев это озвучил три дня тому назад, потом или там неделю назад, потом сказали, извините, у него взломали его канал ВКонтакте, сняли эту публикацию, но ведь фактически он проговорился о том же самом. Да, именно так. Он не просто проговорился, он проговорился по заданию партии, по заданию Путина. Ему дали задание проговориться, он проговорился, но он проговорился, не скоординировав, выпустил свой пост. Слишком рано, как Нарышкин, который вылез тогда, 21 февраля, сразу с аннексией ЛНР и ДНР, да? Да, 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 именно так, именно так. И мы сейчас это с вами обсудим. Сергей, это тоже очень важная тема, крайне важная. И вы правильно абсолютно сказали, он действительно вылез раньше времени, ему дали немножко парагам, он закивал головой и сказал, что извините, в следующий раз все будет замечательно. Надо сказать, что он с Кириенко воюет. Он считает Кириенко интриганом, небезосновательным. И многие свои беды списывают на Кириенко, опять-таки небезосновательным. Кириенко прекрасно понимает, как себя вести, в какой ситуации. Он несравнимо умнее Медведева, он опаснее Медведева, несравнимо для кремлевского пула. В кремлевском пуле он имеет несравнимо больше уважения. И Медведев не без основания боится, и валит на Кириенко многие свои беды. Так вот, Кириенко действительно подставил его, дав возможность выпустить этот пост в ВКонтакте. И я обращаю внимание наших уважаемых зрителей и слушателей. По нашей информации, вот сегодня суббота, я не знаю, возможно, завтра, когда вы будете смотреть этот ролик, эта информация и подтвердиться, на сегодняшний день у меня есть информация, что после того, как было то славное заседание в Кремле, когда Путин принял решение подготавливать новые спецоперации против Казахстана и против Грузии, президент Казахстана Такаев связался с Путиным, и уже организована встреча, Такаев с Путиным в Сочи. Такаев готов приехать и обсудить многие моменты. Обратите внимание, насколько быстро все сработало, насколько быстро все произошло. Конечно, и президент Казахстана... И одновременно, кстати, Такаев запустил программу перевооружения своей армии. Да, да, да. Это очень интересные вопросы. И здесь надо, как бы, быть очень внимательным к этим движениям и очень внимательно смотреть за руками. И, кстати, Казахстан очень жестко отреагировал. Вот я смотрел ролик, там, как какая-то там чита из русскоязычных казахов, ну, русских, которые проживают на территории Казахстана, чего-то там вот говорила, типа, вот, по типу того, что говорится у Скобеева и у Соловьева, и им на них завели уголовное дело, и им дали по пятереку, по обоим за такие высказывания. То есть, Казахстан к этому относится очень серьезно. Да, я с вами согласен. И в Казахстане мы увидим яркую реакцию на наш пост, и многие казаки отозвались, и в соцсетях подняли эту тему. И я еще раз повторяю, что не зря абсолютно президент Такаев договорился, по крайней мере, оперативно, по нашей информации. Встреча уже согласована, встреча в Сочи. Все это происходит не зря и довольно оперативно. Ну, а теперь давайте вернемся к тому, что вы говорили, о важности самой встречи и о важности аннексии ЛНР и ДНР. Да, давайте посмотрим на эту тему более, мы разберем ее более детально. Смотрите, мы с вами неоднократно слышали о возможных референдумах в ближайшее время, о присоединении к России. И ДНР, ЛНР якобы хотят присоединиться, и некоторые части Донецкой, извиняюсь, не Донецкой, Запорожской и Запорожской областей. Запорожской областей объявляют какие-то документы, непонятно кто подписывает. Еще раз подчеркиваю, подписывает непонятно кто. Никакой реакции реального руководства России на это нет. Продолжается деятельность по поддержанию так называемой независимости ЛНР. На секундочку. Конечно, там посольства открываются, они там какую-то международную деятельность ведут, и так далее. Да, там все идет полным ходом, и ни о каких пока референдумов в речи нет. По Запорожской области руководство дернули, они там, ну руководство, я имею в виду руководство, псевдоруководство, эти марионетки, они там что-то сказали, дату не назначили, но заметьте, я хочу, опять-таки, у меня нет никакого инсайда с украинской стороны, я лишь сторонний наблюдатель, я просто понимаю ситуацию в Кремле. И заметьте, нет никакого контрнаступления, пока на Херсон украинские власти выжидают. Да, слабенькие, слабенькие удары есть. Я так думаю, что ожидают референдума. Для того, чтобы референдум состоялся, и только потом, и только потом начинать контрнаступление, для того, чтобы пошатнуть путинский режим. Украинская власть на сегодняшний день прекрасно понимает, ровно как и путинское окружение, что сейчас есть возможность отвоевать, по крайней мере, некоторые территории, но имеет ли смысл их отвоевать именно сейчас, или подождать, дать возможность этой ловушке, затем захлопнуться, провести референдум, Путину присоединить эту территорию, псевдо-псевдо присоединить территорию к России, получить дополнительный пакет санкций со стороны Запада, а потом провести контрнаступление. И это будет действительно сокрушительным ударом. После этого, после того, как эти территории, якобы будут территорией России, получить обратно эти территории в Украину, это будет серьезнейший удар по путинскому режиму. Ну да, вот мы с вами видели эту самую историю со взрывами в аэропорту Патсаки, да, сейчас, в общем, на этой неделе, наверное, самый главный удар военный, потому что это было, я представляю себе, если Путин вообще в курсе того, что там произошло, я представляю, что там происходило с военным руководством. Да, Путин абсолютно в курсе того, что произошло. Он не в курсе деталей, но его посвятили, конечно. Он получает, дело в том, что он получает не только от военных отчетов, он получает от ФСБ, получает от секреттора Совета Безопасности, от Патрушева. Патрушев владеет четкой и понятной всей информацией. И он докладывает Путину объективную картину. Еще раз подчеркиваю, объективную. У Путина все-таки есть несколько источников информации. Да, они ограничены, да, они общаются друг с другом, да, они, скажем, Патрушев, имеют влияние и на Генеральный штаб, и на Министерство обороны, и на все силовые структуры. Но, опять-таки, дают все разные отчеты. Так вот, отчеты Министерства обороны и отчеты Совета Безопасности отличаются. Отчет ФСБ и отчет Совета Безопасности отличаются друг от друга. Отличается информация, отличается деталями, отличается. Ну, есть моменты, есть отличия. И Путин выбирает, кому верить. У меня, например, есть понимание, что Путин больше доверяет Патрушеву. На втором месте ФСБ, и лишь на третьем месте идут военные. Военным он откровенно не доверяет, по большей части. Он желает иметь объективную информацию. Поэтому, конечно, отчет, как минимум, из трех источников у него есть. А вот по Херсону, вопрос у меня к вам тогда. Вот по Херсону и по Запорожью, да? Потому что, ну вот на Западе есть такая точка зрения, что Украина, наоборот, сейчас должна форсировать усилия по контрнаступлению. Потому что, если будут проведены эти референдумы, то фактически для России, ну формально для России, эта территория станет российской. Тогда, когда по ней украинцы начнут наносить удары, это будет рассматриваться уже с российской стороны, как нанесение ударов по российской территории. И, соответственно, откроет им возможность применения тактического ядерного оружия в рамках ядерной стратегии. А то, что вы сказали, что если Украина заинтересована в том, чтобы Россия, наоборот, провела эти референдумы, это входит в противоречие с этой точки зрения. Здесь вы пояснение можете дать? Да, конечно. Вы правильно высказали, что это точка зрения Запада. А я вам высказал свою точку зрения. То, что, как я считаю, ведет себя украинское руководство. И я считаю, что если украинское руководство ведет себя именно таким образом, они ведут себя абсолютно правильно. Во-первых, когда наносятся удары по той территории, которую российское руководство уже считает территории России, это действительно повышает градус эскалации. И вот дальше, вы правильно абсолютно сказали, ответить военным путем в кондициональном смысле нет никаких возможностей у России. Уже исчерпаны практически все возможности. Ну что, нанести еще очередной удар оставшимися ракетами, которые есть в России, а дальше что? Ну, смотрите, вот мы с вами видим, да, когда российская страна использовала уже больше половины возможностей нанесения ракетных ударов. Больше половины. Сильно повредили они Украину. Сильно они повредили инфраструктуру. Неужели Украина не функционирует? Неужели Украина уже пала? И экономически, и не только экономически, да и физически. Неужели разрушена вся эта инфраструктура? Нет, мы видим, все функционирует. И боеприпасы доставляются, и химарсы ездят, совершенно свободно передвигаются. И все остальные вооружения поставляются на фронт довольно оперативно. Все, что должно происходить, все происходит. Работает почта, работает связь, работают банки, работают, я имею в виду, даже на тех территориях, которые постоянно находятся под обстрелами. Все работает, все функционирует. Нет никакого урона, глобального, по крайней мере, такого, который мог бы пошатнуть ситуацию. Ну хорошо, выпустят еще оставшуюся часть ракеты. Одним залпом, или тремя, или четырьмя, или десятью, или двадцатью, это уже не имеет никакой разницы. Но особо это ни на что не повлияет. Оно разрушит очередные мосты, разрушит очередные, возможно, питом ПВО, который сейчас есть в Украине. У меня, например, есть большое сомнение, что новые ракетные обстрелы принесут больше эффективности, чем те, которые уже были. На мой взгляд, будут намного менее эффективные новые обстрелы. Ну хорошо, ну ладно, допустим, разрушена еще какую-то часть инфраструктуры. Все, дальше на этом закончится и возможность ракетных ударов. Дальше что? Дальше применение тактического ядерного оружия. А теперь давайте посмотрим, Сергей, к чему это может привести. Если президент России Владимир Путин дает команду на применение тактического ядерного оружия, если вдруг, ну опять-таки мы с вами понимаем, как это значит дает команда. Значит дает распоряжение, нажимает там условную кнопку, отправляет коды, которые дают возможность разблокировать и сделать запуск ядерных вооружений. Если кто-то в этой цепочке отказывается, ну может произойти всякое, правильно? А цепочка длинная, да, потому что мы поясним для наших слушателей, что эти ядерные головки, они не находятся сейчас в боевых частях, да, они находятся в 12 хранилищах, которые довольно далеко даже от Москвы находятся, то есть их нужно сначала привезти. А там, значит, это надо отдать приказ. Значит, об этом будет известно начальнику этого хранилища, людям, которые загружают эту боеголовку, людям, которые транспортируют эту боеголовку, соответственно, начальникам военных округов, через которые пролетает этот самолет с этой боеголовкой. То есть там куча народа, которые задействованы в этой цепочке. И вот поэтому вот вы абсолютно правы, а если вдруг кто-то из этой длинной цепочки скажет, а я не хочу участвовать в этом деле, а я не буду грузить эту боеголовку, а я не полечу с этой боеголовкой, а я не поставлю ее на крылатую ракету, а я не сяду за штурвал самолеток с этой крылатой ракетой и так далее, то что произойдет? Произойдет крат путинского режима. Произойдет крат. Их не выполняют приказ главнокомандующего. Что это значит? Значит, главнокомандующий уже не главнокомандующий, во-первых. Ладно, мы сейчас, предположим, все сработало. По каким целям будут бить Россия? Давайте предположим. Ну куда? По центру принятия решений в Киеве. Уничтожил таким образом несколько миллионов человек? Навряд ли я сомневаюсь, тем более там огромное количество посольств, которые вернулись. Китайское посольство они уничтожат? Они уничтожат посольство Ирана? Они уничтожат посольство США? Они уничтожат сотрудников этих посольств? У меня огромное сомнение. Ну, тактическое ядерное оружие это не миллионы, потому что тактическое ядерное оружие это радиус полного разрушения 500 метров. 500 метров, да, но... И плюс-минус там 3-5 километров вокруг. Да, плюс-минус 3-5 километров вокруг. Если наносить удар по центру принятия решений, да, по центру Киева, ну, к примеру, где находится основная часть посольства, мы перечислили практически все посольства, которые находятся... Ну, в общем, весь центр города, да, весь центр города будет поврежден. В радиусе 5-ти километров? Да. Ну, хорошо. Один, да, один удар нанести по окраине Киева, ну, это глупость, что они этим добьются. Ничего, более того, даже нанеся удар по центру Киева, нанеся удар по линии фронта, что они добьются? Ну, уничтожение какой-то небольшой группировки, дальше что? Ну, нанести массированный удар тактическим ядерным оружием, получат загрязнение, через которое потом надо будет проходить российским войскам. Ну, глупость, опять-таки, полнейшая. Там огромное количество глупостей открывается. И вы же прекрасно представляете, какой ящик пандур открывается с применением тактического ядерного оружия. Какую реакцию получит Россия, какую реакцию они получат. Будет ли эта реакция адекватна плюсом, который получит Россия от применения ядерного оружия? Остановит это Украину? Да не остановит, конечно. Ну, мы уже видели, да, вот их заигрывание просто даже на территории АЭС в Запорожье вызвало уже какую реакцию со стороны Организации Объединенных Наций МАГАТЭ. То есть, понятно, что нанесение ядерного удара – это все. Для Путина это будет… То есть, для мира это будет красная последняя линия, как реагировать на Путина. В том числе, кстати, и для Китая. Для Китая, вот только-только хотел сказать. Для Китая это будет в первую очередь явным признаком отвернуться окончательно от России, и Россия останется одна. Турция не будет поддерживать никаких, все договоренности будут обнулены, а будут обнулены практически все… Индия разорвет отношения, да. Нет никаких сомнений, это будет конец. Это будет конец полный и бесповоротный. У меня большие сомнения, что российское военное руководство пойдет на эти меры. Большие сомнения. Это будет в любом случае… Мы с вами пришли к тому, что в любом случае по тому плану, который я обрисовал, если вдруг Украина решит пойти, это в любом случае крах для путинского режима. Да, возможно будут дополнительные жертвы, возможно будет применение тактического ядерного оружия, возможно будут дополнительные жертвы в Украине, но так они и так есть. И так идет война, и так идет война полным ходом, и так гибнут люди каждый день. Но свернуть голову путинскому режиму надо один раз и навсегда. Свернуть ее настолько четким и понятным ударом, чтобы не было никаких сомнений. А это возможно только если Россия не ответит на освобождение со стороны Украины тех территорий, которые Россия уже считает своими. Ну это на мой взгляд, я могу ошибаться, это мой взгляд как человека, который видит это со стороны. Ну я тоже считаю, что у России может появиться, когда она поймет, что конвенциальными средствами она не проигрывает войну, тогда у нее может появиться желание применить тактическое ядерное оружие. Но здесь, кстати, Россия попадает в ловушку того самого меморандума Будапештского, который она сама подписала в 1994 году, потому что она гарантировала безопасность Украины. А со-гарантами этой безопасности является Великобритания и США. И, кстати, в ответ на такой ядерный удар эти страны, а Борис Джонсон, кстати, сказал, то есть прошла такая информация, что если, не дай бог, Путин нанесет тактический ядерный удар по Украине, то Англия оставляет за собой право ответного удара по Путину за Украину в рамках Будапештского меморандума. Да, это так, но мы с вами понимаем, что это всего лишь слова, опять-таки, и будет ли это применено или не будет, и оставлять за собой право, это не значит, что обязуется. Это не значит, что обязуется. Ну да, но просто до этого я не видел никого, кто проговаривал механизм правовой, на основании которого будет проведен этот удар. А то есть вот правовой механизм, он на самом деле существует. Есть международный договор, который подписала Россия, когда Украина ей добровольно передала весь свой ядерный потенциал, и Россия взяла на себя обязательство обеспечить безопасность. То есть Россия не только нарушила хартию ООН, не только нарушила все международные правила, напав на суверенное государство, но и нарушила свой собственный договор обеспечения ядерной безопасности Украины. И в этом случае, то есть в этом случае у со-гарантов по этому Будапештскому меморандуму имеется международное гарантированное право ответа. Да, да, вы абсолютно правильно все обрисовали. Более того, я скажу, что многие не очень обратили внимание на наш пост, когда мы написали о том, что у Путина есть казус Белли для применения ядерного оружия, и Запорожская атомная электростанция как раз вписывается в этот казус Белли, приведут в действие. Следующий механизм будет так называемый террористический акт, якобы со стороны Украины, произведен на АЭС на в Наргодаре, и в ответ Путин и российское руководство обвинит Украину в ядерном терроризме, и тогда будет считать себя в праве применять ядерное оружие. Это я говорю о том, как будет легитимизировано применение ядерного оружия, какой будет казус Белли. Именно для этого и есть захват АЭС Запорожской. Именно для этого сейчас и шантажирует весь мир. Поэтому, когда Путин говорит, и российское руководство говорит, что мы не будем применять ядерное оружие, потому что у нас в нашей тактрине указано, что мы применяем только в ответ ядерный терроризм, который возможен, как казус Белли, будет расценен Путином, опять-таки, инициированный им самим, я имею в виду. Конечно, это будет цирк, театр, но заготовленный казус Белли, несомненно, будет. Просто так использовать ядерное оружие Путин не отважится. Взрыв в Севастополе. Очень интересные ролики реакции российских туристов, которые немедленно побегли оттуда, сели на машины, устроили пробку на Керченском мосту. И плюс сейчас пошла волна в ответ на заявление Зелинского о том, что нужно отказать во въездных визах за границу всем россиянам. Ну, то есть, в общем, кто-то там, отвезление какое-то происходит в Российской Федерации на фоне этого, или все-таки они до сих пор ничего не поняли? Вы знаете, у меня есть четкое понимание, что людям, скажем, во Владивостоке абсолютно все равно, что происходит с людьми в Калининграде. Людям в Калининграде абсолютно все равно, что происходит с людьми, скажем, на Кавказе. Ну, я имею в виду на Российском Кавказе. И так далее, и тому подобное. Россия настолько большая страна, настолько разбросана территории, настолько они отличаются ментально, настолько отличаются от друга пониманием ситуации, в том числе и понимаем ситуации. Они живут в разной жизни, живут в разных часовых поясах, живут в разных климатических зонах. Это вообще разные люди, и мыслят они абсолютно по-разному. Это я с вами согласен, но ведь именно этих людей выдергивают там тувинцев каких-нибудь, там башкир, татар, дагестанцев воевать в Украине. И они, кстати, там гибнут, и они, кстати, там гибнут. И они уже, у меня такое впечатление, что все-таки вот к ним-то гробы приходят там десятками, и у них там маленькие села, то есть они понимают, что там ни одного, ни один, это не, в Москве никто не замечает никаких потерь, тем более, что из Москвы почти никого нету. А вот там в маленьком каком-то городишке, в селе, это же все видно сразу. Сергей, ну, во-первых, идут люди воевать не потому, что они там тувинцы или дагестанцы, потому что им платят деньги. У себя в регионах мы с вами сейчас называем самые бедные регионы. Так вот, нет, ну, а почему их берут-то, да, потому что у них там безработица, у них там нет никакой работы, и поэтому они охотнее соглашаются вербоваться. И плюс, как вы правильно говорите, для них Украина это абсолютно там другая планета, им абсолютно все равно, куда там, чего там воевать, потому что для них Украина не представляет никакой моральной психологической ценности. Более того, для них украинцы это те же самые русские. Для вот, для тувинцев, для тагестанцев, для всех, давайте назовем это, как в Советском Союзе называли, малыми народами, да, для них ассоциация русских и украинцев это одно и то же. Они крайне не любят русских. Ну, вот они не любят русских. Давайте опять-таки говорить откровенно. И то, что они воюют в Украине, каким-то образом это, видимо, компенсирует их ненависть к украинцам, даже не ненависть, а, скажем так, оправдание войны в Украине компенсирует ту ненависть к русским, которая есть у них внутри. Вот они откровенно не любят русских. Они считают русских захватчиков. Точно так же, как и спросите у тех же самых башниров, спросите у тех же самых тувинцев, у тех же самых бурятов. Только вот в личном разговоре, в правильном разговоре. Кем они считают русских? Любят они русских или не любят? Но они правильно не любят, потому что Москва у них забирает все природные ресурсы, а они там в нищете находятся. Конечно, конечно. Тува это беднейший регион. Тува это беднейший регион России. Это прекрасные территории, красивее, которые могли бы стать достопримечательностью, которые могли бы стать туристическими центрами. Там есть чем заниматься, есть где делать деньги. Но российские власти-то не интересуют. Российские власти не интересуют Кавказ. Им интересно, чтобы на Кавказе было тихо, спокойно, и поэтому они отдали власть местным князькам, для того, чтобы они держали людей в страхе, в повиновении, в подчинении. Это все понятно, это все видно невооруженным глазом. Вопрос совершенно не в этом. Вопрос в том, что есть определенная сложилась... Сложилась даже не пропагандистская машина, которая работает в России. Мы с вами почему-то думаем, что эта пропагандистская машина очень эффективна. Нет. Работает в Министерстве финансово, оплачивает прекрасные зарплаты военным. получать в месяц около 2 тысяч долларов. Даже больше получается, потому что им там обещают 250 тысяч, а это почти 6 тысяч по нынешнему курсу. Или больше 4 тысяч. Во-первых, если я правильно понимаю, некоторые контракты – это 200 тысяч за 3 месяца. 200 тысяч за 3 месяца плюс 1000 или... А, 2000 плюс в сутки. Плюс, это дополнительно, еще 2000 в сутки. Это очень неплохие деньги. Это для регионов, это шикарные деньги. Мы прекрасно понимаем, что основная часть контрактников, которые тогда пошли воевать, они пошли воевать за деньги. Матерям, женам плевать на этих людей. Они после смерти, они не спрашивают, за что ты там воевал. После них не спрашивают государство, за что они там воевали. Им плевать. Им важно получить трупные деньги за покупку. Да, да. Ну вот вы видели этот ролик, как там семья, родители купили белую ладу, сраную, вместо сына. И благодарить маму, мать, спасибо партии и правительству, что дал нам возможность купить белую ладу. Был бы второй сын, отдала бы еще второго сына. Тогда можно было и дом купить. Как бы цинично это ни звучало, но жизнь человека в России еще никогда не стоила так дорого. ни вот самая высокая цена за жизнь за все времена существования России. Никогда еще жизнь человека не стоила там в эквиваленте... Миллионам, да. Да, 7 миллионов рублей, долларов сколько? 7 миллионов рублей, да. Да, я даже сейчас точно не помню курс, который сейчас. Ну да, на 50, если разделить, то там получается 35 тысяч долларов. Больше 100 тысяч долларов. Нет, Сергей, больше 100 тысяч. 7 миллионов рублей, больше 100 тысяч долларов. Ну, никогда еще жизнь человека столько не стоила в России. Никогда. Прекрасная цена. Родители довольны, я думаю. Отдают детей с удовольствием воевать. Жены тем более довольны. Ну и что, ну ушел, тут пожалуйста. Конечно, жена найдет другого, никаких проблем. Это для матери там может быть какая-то проблема, да и то. Да, и то там имеют 100 тысяч в кармане долларов для России, для нищие. Тем более, мы с вами уже говорим о том, что это нищие регионы. Вы представляете, что такое для Тувинца, да, для семьи Тувинца, получить 7 миллионов рублей. Это полбюджета республики. Я, конечно, иродитель. Но это, там, в селах это можно купить все село. Я, опять-таки, условно говорю, условно, но и практически. Но люди довольны. Жизнь человека очень высоко ценится. Впервые. Впервые люди просто покупают и покупают оптом, покупают довольно много. Да, не все хотят воевать, и не все хотят умирать. Тоже надо отдать должное. Многие просто отказываются, рвут контракты, оказавшись на поле боя. Осознав перспективы, вернуться в мешке по частям или без руки, без ноги, при этом получил 2 миллиона. Ну, зачем тебе 2 миллиона за полруки, да? Или за руку, или за ногу, или еще за что-то. Ну, глупость, конечно. Осознав глупость, многие отказываются от контрактов. Это тоже есть. Надо, опять-таки, тоже об этом говорить. И в последнее время отказников очень много. Очень много людей, которые подписали контракт, отказались на фронте, отказываются от выполнения контракта. И мы полностью поддерживаем этих людей. Если бы международное сообщество вовремя отреагировало на эти перспективы, они бы просто предлагали этим людям, которые приходят к контракту, как бы переходить на сторону Украины, там получать вдвое больше денег и получать там вид на жительство в одной из европейских стран. Ну, кстати, в войске, в войсках частях, знаете, там же ведь их нельзя даже уволить, тех, кто отказался, да, потому что они же по контракту работают. То есть это не считается как отказ от, то есть это не предательство, как военное время. Да, военное же положение не объявлено, нам объявляться не объявлено. И по этому поводу они устраивают типа стен позора, где, значит, десятками показаны эти люди, сотнями, которые отказываются. То есть они даже не понимают, что это стена позора. Если бы там было два человека, то это была бы стена позора. А когда там пара сотен людей, то люди, которые ходят, говорят, это, а что же я такой дурак, не отказался? Да, да, именно так. Поэтому эти перспективы для наказания, это весьма туманно. Да, там есть, говорят, и о пытках, и о том, что уголовные дела заводят. Ну, так я же еще раз повторяю, уголовные дела заводят в любом случае. Практически на очень огромном... Давайте, я не буду опять-таки говорить пациентное отношение, чтобы сейчас не выголословно, но очень много уголовных дел на людей, заводят на тех людей, которые участвуют в так называемой специальной военной операции. И скажу так, практически на всех, кто участвует в специальной военной операции в ЧВК, практически на всех есть уголовные дела. Практически на всех. Это огромное количество уголовных дел. Заводят сразу при поступлении на фронт. На всякий случай. На всякий случай. Ну, тогда понятно, зачем ездил Бастрыкин и зачем ездил Бортников в ЛНР. Да, да, конечно, конечно, именно так. Вопрос... Да, фронт огромный. Вопрос на засыпку. Кстати, говорят, ФСБ не справляется. И нету народа, и квалификация очень низкая. Несколько постов в Телеграм-канал на эту тему было. В СВР, кстати, тоже сейчас уже говорят, даже не нужно высшее образование иногда, чтобы прийти на работу. Вопрос. Игорь Осипов сняли, не сняли Адмирала? Не будет, он и давно сняли. Он находился на своем месте номинально, как и Герасимов, как и Шойгу, как и многие другие. Ну, вот говорят, там, вчера или позавчера его уже формально даже сняли, и Виктора Соколова вместо него назначили. Правда или неправда? Потому что об этом говорили в мае месяце тоже, но оказалось неправда. Я не могу подтвердить. Просто надо задаться вопросом. Где сейчас находится Беседа? Где сейчас находится Осип? Где сейчас находится Герасим? И сейчас находится Шойгу? Чем они занимаются? Ну, Шойгу мы видели, он подписывает зерновой договор с Эрдоганом. Видели мы его. Шойгу таскают Ашкирку, да, он с дочкой из Путина прогуливается. Да, да. И эти самые медальки вешает время от времени солдатам каким-то там. Да, 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 да. Ну, в общем, Шойгу, да. Шойгу даже присутствует на совещаниях, но не выступает на них, только кивает головой. И читает что-то с листика, когда ему дают такую возможность, он на закрытых совещаниях этим не занимается, потому что там этот цирк никому не нужен, там все-все прекрасно понимают. Какая разница, кто там глава Черноморского флота, кто глава Пятой службы, то есть формально. Но формально эти люди и остаются на своих местах. Но реально они ничем не управляют. Для Путина вообще понравилась ученика система. Когда внешняя власть выглядит монолитно, никого не сняли, а реально эти люди все равно ничем не управляют, все равно ничем не мешают фактически. И да, оно находится на своем месте. Но получает он свою какую-то небольшую зарплату. Подождите, но огромную страну нельзя держать под контролем одного человека. Невозможно это физически. Да, невозможно физически, вы правильно говорите, но контроль не одного человека. Контроль там далеко не одного человека. Опять-таки есть же люди, которых назначают для того, чтобы они выполняли те обязанности, которые забрали у... Ну у них там замы есть, первые замы там и так далее. Да, вы правильно говорите. Замы, первые замы, замы замов и так далее. Распределили обязанности, на этом все закончилось. Все работает, а реально люди просто приходят на работу подписать бумажку, которую им принести, и на этом все закончено. Только и всего. Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Чего интересного? Да, ничего интересного. Встретились, пытаются, это Путин... Видите, получилось так, что Путин хочет с кем-то разделить мир. С Байденом, Байдену предложил делить мир. Байден сказал, что он не понимает, о чем идет речь. Предложил делить мир Сидзенпинюн, Сидзенпинюн сказал, а ты кто такой? Поэтому упорно ищет людей, с которыми он будет делить мир. Он нашел Эрдоган. Он с Эрдоганом давно собирается делить мир. Они собирались задолго до войны, там за три года, по-моему, они собирались там и Балканы делить, а что они только не собирались делить. Но в итоге Эрдоган получил то, что ему обещал Путин, сливался. Вот они очередной раз собираются делить, то ли Казахстан, то ли еще что-то. Ну вот как-то... Что-то где-то собираются делить. Путин будет с ним теперь встречаться регулярно. Эрдоган зарабатывает очень неплохие деньги для своей страны, маневрируя между Западом и Путиным. Экономика Турции растет, благосостояние турков улучшается. Поэтому Эрдоган будет дальше двигаться в этой же парадигме. Он получит все, что хочет. Получит Сирию, по крайней мере, возможности проведения тех операций, которые считают нужными в Сирии. Он избавится от беженцев. Более 2,5 миллиона беженцев сейчас Эрдоган отправит в Сирию под гарантией безопасности от Путина. Эрдоган получит все, что он хочет получить. Еще раз повторяю, это немало. В итоге, если Путин решит все-таки сунуть свою физиономию в Казахстан, получит по этой физиономии тройным кушом, и Эрдоган ударит ножом в спину. Я уже не раз говорю, те люди, которые будут добивать Путина, первыми будут добивать Путина, это будет не Запад, это будет не США, это будет Эрдоган, Лукашенко, ну и, возможно, там с большой строчкой Китай себе возьмет что-нибудь от остатков путинской власти. Но добивать Путина будут, еще раз повторяю, Эрдоган и Лукашенко. Эрдоган будет главным бенефициаром распада путинского режима, и нет никаких сомнений, Эрдоган будет главным бенефициаром, Эрдоган и Си Цзиньпинь будут главными бенефициарами распада России. Они будут первыми людьми, которые будут провоцировать, именно провоцировать распад России. Для них это важно для передела сфер влияния. Ни с кем не надо будет договариваться, ни с Путиным, ни с кем. Россия будет слабой и будут просто кромсать. Я об этом написал у нас в Телеграм-канале еще в январе прошлого года, когда до этого еще было очень далеко. Я тогда уже написал об этом. Можно найти этот пост или в декабре позапрошлого, или в январе прошлого года. Именно об этом. Да, я с вами согласен. Хотя в то время я не считал Эрдоган еще такой значимой фигурой. Я больше думал о Китае все-таки. Но сейчас я с вами согласен, что в общем Китай и Турция. Потому что Эрдоган, конечно, вырос в геополитическом плане за этот год огромный, в огромной степени. Да, Эрдоган стал значимой фигурой в мировой политике. И несомненно, один из лидеров региональных, не просто региональных лидеров, а величина мирового масштаба во всех планах. Ну да, потому что он сравнялся с Путиным, строго говоря. Потому что когда ведь Путин встречается с Эрдоганом, это не Путин растет, а Эрдоган растет. И Путин этого не понимает. Конечно, конечно. И когда Путин отдает все, что просит Эрдоган, а в ответ Путин не получает. Ничего? Абсолютно ничего. Он дает возможность развиваться Турции, при этом Россия не получает. Никаких возможностей. Никаких. Абсолютно никаких. Там нет никаких взаимовыгодных условий. То, что россияне имеют возможность посещать Турцию, отдыхать, мы об этом не говорим, это в расчет не берем, конечно. Путину плевать, где отдыхают россияне. Ровным счетом плевать. Он устроил теракт над Синаем для того, чтобы россияне отдыхали в Крыму. А теперь в Крыму взрываются военные аэропорты. И россияне пытаются оттуда убежать. Я бы советовал россиянам, как можно быстрее продавать недвижимость в Крыму, если она есть. И советую всем знакомым, как можно скорее избавляться от недвижимости в Крыму. Пока она еще чего-то стоит. Потому что каждой неделе это будет падать в два раза стоимость их ранее значимых домов и участков. Да, да. И заметьте, еще один очень важный момент. На этой неделе Эрдоган утвердил беспрепятственное вид на жительство выдавать крымским татарам. Обратите внимание, это очень важный шаг. И это уже о чем-то говорит. Эрдоган знает планы. Эрдоган хитрый парень, он частично знает планы, или по крайней мере догадывается о планах украинского руководства. Он знает перспективы, он вооружает Украину. Давайте еще раз напомним. Эрдоган все-таки один из тех людей, которые вооружают Украину. Он знает способности и возможности Украины. И он не зря дает сейчас возможности крымским татарам выехать в Турцию. Еще раз подчеркиваю, не зря дает возможности крымским татарам выехать в Турцию. Задумайтесь над этим. А те, кто умнее, советуют близким, у кого есть недвижимость в Крыму, срочным образом от нее избавляться и выезжать вместе с крымскими татарами как можно быстрее из Крыма. Дайте возможность спокойно реализовать все, что должно реализоваться. Иначе большая возможность потерять и жизнь, и имущество, и очень много всего. Окей. Виктор Михайлович, спасибо вам за очень интересную беседу. Ну, нашим всем зрителям мы стандартно напомним, что они могут поставить, и было бы это очень желательно, чтобы они поставили свои лайки, чтобы они подписались на ваш канал, на мой канал, на ваши телеграм-каналы и прочие-прочие всякие вещи. И до новых встреч. Да, как всегда мы вам говорим, потому что мы вас любим это искренне. Подписывайтесь на наши каналы, подписывайтесь на канал Сергея Жирнова в YouTube, замечательный канал. Скоро начнется политический сезон, большой политический сезон. Посмотрим, чем закончится этот август. Август еще не закончился, еще только середина августа. Посмотрим, чем он будет заканчиваться. И, несомненно, осень будет очень интересной. Очень интересной. И, видимо, как бы мне хотелось, чтобы это все-таки случилось, это будет последняя осень путинского режима. Окей, спасибо. Спасибо.